Болгары Болгарской армии и русской армии встречались, но они, как правило, не носили интенсивного характера. Более того, в 1917 году мы отмечали первое на фронте братания болгарских и русских частей. Это было именно вот здесь, на Солоникском фронте, потому что все-таки русским и болгарам особенно делить друг с другом было нечего. Это была во многом политика глав государств. А вот в данном случае болгарское подразделение действует против французов. На данном фронте были. Вот атака гранатчиков идет. И французские части под ударами вынуждены отступить. В реальных боевых условиях это были африканские и французские части, но у нас их тут нет в наличии, поэтому это 18-линейный. Вот болгары захватили первую линию. И контратака шотландцев-британцев. Первая линия окопов возвращена. Болгарские части вынуждены отступить на нейтральную полосу. Они скрываются за складками местности. Но все равно вынуждены отступить под превосходящим оружейным пулеметным огнем противника. Болгарские части вынуждены отступить. Вот обратите внимание, по центру санитар сам, похоже, оказался раненым. И его эвакуируют. Но, к сожалению, герой его спаситель сам оказался раненым. Но уже, к счастью для них, близко к своим окопам. И вот в итоге атака болгар оказалась неудачной. Она была отбита с потерями. Фронт достаточно стабилизировался. Пытаются обойти позиции русского экспедиционного корпуса. Вот они в районе самолета организовали свои позиции. И в предполье. Австрийские части нас зависли в центре боя. К сожалению, не могут поднять голову под сильным ружейно-пулеметным огнем. Но вот все-таки под командой офицеров они решились и идут в атаку. Но первые же ряды падают. Пытаются подавить русскую пулеметную точку с помощью гранат. Неудачно. Офицеры опять собирают свои подразделения и гонят их вперед. И вот практически уже австрийские части дошли до окопов русского экспедиционного корпуса. Идет жестокая рукопашная схватка. А тем временем болгарская артиллерия обстреливает позиции французов и шотландцев. Австрийцы отступают. Вот и русский корпус поднялся в атаку. Вот и русский корпус поднялся в атаку. Кританские и французские гаубицы. Мы их не видим. Они вот там за лесом. Здесь мы видим только прилетающие снаряды, чемоданы. Как их на жаргоне называли в то время. Над полем боя у нас НЛО пролетает. Вот вы будете смеяться. На самом деле есть факты по поводу НЛО во время Соломинской битвы. Причем так до сих пор не могут понять, что это было. И вот русский экспедиционный корпус, шотландцы, британцы и оставшиеся в живых французы после массированной артиллерийской подготовки идут вперед. Они закидывают противника гранатами. Мочалят его позиции артиллерии и даже используют киркоматыги. Болгарская знаменная группа уходит, потому что знамя в любом случае должно быть спасено. Так и было в реальностях. Знамя держалось или у штаба полка, или где-то глубоко. Глубоко в тылу. Вот по центру позиции мы видим рукопашную схватку. И вот, да, союзникам удалось взять первую линию укрепления противника.